Чёрный, чёрный, чёрный! Вот как вы думаете, вот что он делает на крыше? Вот, видите, как кладут асфальт? Ночь на дворе. А они работают. Вот это я понимаю. Ой, ну что, мои хорошие, дождик подавёл. Шёл, наверное, минут десять. Еле-еле. Даже асфальт не намочил. Ну, ничего, может, ещё дойдёт. Бежали товарищи ужинать, да? Стоило бабушке выйти на улицу. Сейчас, подожди. Что, чувствуешь, да, что на улице холодает? Пришёл домой. А ты, морда-то рыжая. Скажи, всё, лето кончилось, да? Подожди, сейчас. Скоро полы будем включать тёплые. Да, да, мой хороший. Ой, 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 что делается. Ой, что делается. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Что это ты так, недотрога-то моя? Вон она как. Мой-то дорогой. Лапками-то, прям лапками-то. Ой, как лапками-то делает. Ой. Габась, скажи мне, никакого прогноза погоды не надо. Я сам чувствую, когда ночь холодная будет, да? Рыжий-то, рыжий. Кабаська-то, Кабаська. Вот так пришёл спать домой. Ну что ж, мои дорогие. И вам всем спокойной ночи. Чтоб в квартирах у вас было тепло. Подушка, чтоб была мягкая. Одеялко тёпленькое. Чтоб вам было вот так же хорошо, как коту. До завтра, мои дорогие. Доброе утро, мои хорошие. А прохладненькое утро-то. Прям прохладненькое. Ну, солнышко светит. Всё как надо. Ну, прохладненько ведь и обещали, что похолодает. Поэтому, что уж делать-то. Ой, у меня опять. Мяки и мяки называется. Ой, 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 ой. Ну, что делать теперь? Пока осень. Так и будет, пока всё не упадёт. О, сколько техники. Асфальт-то кладут. Дело нужное. Поглядываются. Ой, какая нежненькая. Распустилась одна. Вот я говорю, нет дождей хороших. Сейчас бы они пошли бы цвести. А то так еле-еле. Тоже плохо. Совсем цветут. О, как облезла вся. И лак, и краска. Смотрите, как облезла. Вот заодно лето. Одни вот эти фиалки пока радуют ещё. Ещё цветут. А так, конечно, уже нет такого, как летом было. Дурман ещё цветёт. Но вот я его как-то меньше вижу. Потому что он к ночи распускается. А утром закрывается. Вот ещё их толку, что их столько цветков. А я их не вижу практически. Я уже в темноте не хожу. Хочется. Разбудил меня в 3 часа ночи. Выпускаю его на улицу. Выспался, да? Да, мой зайчик? Мяу. Сейчас, подожди. Чёрный, чёрный, чёрный. Вот как вы думаете? Вот что он делает на крыше? Это не собака. Это уникум какой-то. Сыркач. А я слышу, скулит где-то. По крышу лазит. Это он как-то попадает во двор. Как вы думаете? Вот. Вот так вот. Вот такая у нас собака. А раньше он залезал вот там за этим сараем. И ходил вот по этому забору. И тоже шёл, и скулил. А потом прыгал там на кирпичи и на землю. А сейчас почему-то он перестал там ходить. Теперь ходит по крыше. Ну, как он спускается? Чернуша, фантастический ты пёс. Ну, что, животные покормлены. Пора и о себе подумать. Техника тронулась. На работу. Пойду и я давление померю. Чайник поставлю. Вот нет ведь с утра ветра. Видите? Красота. Солнышко светит. Ветра нет. Потом откуда он берётся? Вот, хотела показать вам антирекламу. Астраханский рыбзавод. Камызиакский район. Печень щуки с икрой. А сорти деликатесная. Вот сколько я не покупала консервов этого рыбзавода. Есть это невозможно. Вот, например, эта печень щуки. Она просто горькая. И вот она у меня простояла открытая банка три дня на крыльце. Три дня и три ночи. Я думала, что вот... Ну, кошки приходят чужие. Думала, съедят. Нет. Даже животные это не едят. Это у нас вот такие консервы продаются в доброцене. В магазине. А я всё забываю. Увижу, что думаю. Такого не пробовал. Надо купить. Куплю. Опять выкидываю. Ну, а погода-то прям разгулялась. Не знаю, какие 17 градусов. Ну, может быть, но прям хорошо. Хотела спросить. Может быть, кто-нибудь знает, вот что это получилось. Это был цветок у кактуса. Цветков было много. Очень много. Но после того, как отсвели, вот получилось вот тут коробочка. Вот. Ещё одна коробочка такая. Ага. И вот тут вот ещё. Ой, где ты? Где-то не вижу тебя. А, вот она. Да, вот она. И что это будет? И что это будет? Не знаете? Я вот точно не знаю. Хотелось бы узнать. Я, видимо, не знаю, как их назвать. Чего-то не нашла в интернете. Может, кто знает, напишите мне. Потому что первый год у меня такие вот организовались, эти коробочки. Такие вот. Такие. Второй раз уже обращаюсь к вам, дорогие мои черноморцы. Или, может, в Евпатории где-то. Вот у меня такой холодильник. Это настоящий Сименс. Понятно, что лет ему уже прилично. Но он очень хорошо работал всё это время. Единственная проблема – в нём нет морозилки. Но он морозил так, что... Ой-ой-ой. Мне его, конечно, засрали тут. Я его вот отключила. И это самое... Сейчас у меня высох. Я его вымою. И вот видите, что приключилось с резинкой. Почти наполовину длины вот этой вот. Вот такой у меня порвалось. Не знаю я, что делать. Я, конечно, посмотрела в интернете. Резинку я, конечно же, не найду для него. С помощью акрилового силикона. Но там такой разрыв большой. Не знаю прям. Мужики говорят, что нужен просто акриловый силикон. А у меня тут момент гермет санитарный и какой-то ещё высокотемпературный герметик. То есть, видимо, не подходят эти. Надо ехать в городок за этим герметиком акриловым. И не забыть купить лампочку. Лампочка там перегорела. Как тяжело одной женщине жить. Не знаю. Попробую я его, конечно, эту резинку отремонтировать. Но не знаю, что у меня получится. Я вот ещё раз обращаюсь. Мои хорошие. Может, у кого-то есть. Может, мужики рукастые, которые могут отремонтировать мне это дело. Или знают, куда можно обратиться. Потому что делают люди из дерьма конфетку. Только я этих людей не знаю. Ну что, мои дорогие, у меня опять перемены в жизни. Объявили мне мужички мои, что их оставляют здесь работать до следующего лета. А там будет видно. И они меня очень уговаривали никого больше не брать. А чтобы они остались у меня жить тут. Им нравится. Удобно. Ну, в общем, это самое. Я в их жизнь не лезу. Их это очень устраивает всё. Вот. Но дело-то в чём. Я говорю, ребят, тогда надо батареи подключать. Потому что у меня-то в доме только тёплые полы. Я, правда, всё это время жила с ними. Но бывает холодновато, когда прям морозы. Они говорят, слушай, тогда очень дорого платить за свет будет. Отопление на электричестве. Они говорят, а давай ты переезжай в этот дом, а мы переедем туда к тебе жить. Я говорю, ну и чего? И потом будете мёрзнуть? Они говорят, так печка-то есть. Говорят, нам не холодно, тут нормально. Ну, если будет, мол, совсем холодно, тогда батареи подключим. Так что завтра будут звонить мне. Придётся отказаться. Меня они абсолютно устраивают. У них такой порядок. Они такие хорошие мужики-то. Простые. Один мне прям в знаке внимания оказывается. Я почему так свободно говорю об этом? Потому что они не смотрят Ютуб. В общем, короче говоря, в эти выходные будем переселяться. Я в Алинкин дом, а они сюда ко мне. Они мне смеются, говорят, ты всё время это крыльцо ругаешь, лестницу эту. Я говорю, ну да, сейчас дожди пойдут, скользкая плитка. Они говорят, вот и давай. Тебе удобней на первом этаже. Так что вот так вот, мои хорошие. Меняю я дислокацию. Ну, посмотрим, что из этого получится. Продолжаю вам показ моих любимых вещей. Вот такая вот у меня есть кофта. Ну, это не кофта даже, я не знаю, что это. Жилет, не жилет. Вот такая. Полностью такая вот асимметричная штучка. Это тоже из Болгарии привезено было. Вот, люблю я такие вещи. Такая тут, такая. Вот такая. А вот это, это вот всего две вещи, которые с василька не подходят. Который хлопок, ну, конечно, может быть, что-то и добавлено, но, в общем, ощущается, как хлопок. Ну, красота же. Летом, по вечерам, я вот люблю очень ходить в этом костюме. Можешь, извините, оно вот это все неглаженное, потому что висело тут. Мне сейчас на глаза попалось. Я и одела. Вот, не знаю, видно вам, не видно. Штаны эти вот такие все, турецкие. и вышивка на них. Сейчас я вам покажу. Так, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Ой. Видно, не видно. Ну, вот они. Вышитые, блестящие. Вот. Устроила бабушка тут показ моделей неглаженных. Вот. Ну, уж пока коричневая. Одела еще свою любимую кофту. Это кардиган, наверное, называется. Ой, ему уже, сейчас вам скажу. 11 лет. У меня Алинка когда-то в Финляндии покупала. Я тогда как-то только начали ездить, и я как-то стеснялась, что ли. Не знаю, как-то. Она все на меня ругалась. Что ты ничего себе не купишь? Я говорю, я не знаю. Я что-то как померяю, но не знаю. Вот. И вот они поехали с девчонками в магазин. Она мне привезла вот три-четыре сразу вещи какие-то. Вот у нее, видите, она вот такая вот штука. Вот. Вот она у меня с тех пор живая еще. Вот такая вот еще. Такая вот. Ну, под нее, конечно, обязательно что-то надо, какой-то топик одевать, потому что иначе здесь будет туза голая. Вот такая вот. Так что вот миленькие мои, вот такие я вещи люблю. Ой, как на вешалке висело все. Ну, ладно, пока хватит. Вот переселюсь в Алинкин дом. Вот это все, что у меня тут под простыней висит, перенесу туда в шкаф. Потом вам остальное покажу. Вот. А сейчас поеду в магазин. Ничего мне особо в магазине не надо. Надоедает дома. Если вечером еще с мужиками поболтать можно, а днем, ну, просто. не хватает днем общения. Мои дорогие, вот я уже прям чувствую, предчувствую, что вы мне сейчас начнете писать. Вот, скажи мужикам, пусть они там холодильником займутся. я немножко на это рассчитываю, но я сначала все узнаю, куплю. Если никто не откликнется мне, ну, из мастеров, которые этим занимаются, то я куплю этот акриловый силикон, ну, и потом потихонечку к этому подойду. Но не факт, что они умеют или делали это когда-то, или сделал такое. Люди-то все разные. Вот. Поэтому будем выходить как-то из ситуации. Может быть, Собчак Собчак как-нибудь отремонтирует. Сейчас вот пока время есть до автобуса, почитала комментарии. И вот что хочу сказать. Что вы придираетесь постоянно? Вот есть такие личности, которым ну не мется. И вот начинается вы Крым не любите. Крым можно любить в любое время года. Не, ну совсем больные что ли на голову? Я о чем говорю-то? Я говорю о том, что сезон закончился. Причем тут любовь, не любовь к Крыму. Держите себя в руках-то. Ну достали уже, ну такое несут больные на голову. И вот это Крым надо любить, тогда он отвечает тебе тем же. Ой, да что вы! вот зимой очень сложно его любить. Сейчас вот зима начнется, я покажу всю красоту. И показывала уже не раз. Уж такие патриоты Крыма, что не видите ничего вокруг. ремонт дороги. Черный машина облаивает. Показывает мне, что он не зря хлеб ест. Ой, дурак. Ой, дурной, а. Слушайте, пять часов. Я пожалела, что кофту не одела потеплее. все. Да, так что патриоты Крыма, это вам не Турция, не Египет, не Испания. закончился сезон. И к чему вы пишете такую ерунду? Не понимаю. Самое главное, смотрят, я же вижу по именам, смотрят, и такое ощущение, что ждут, я что-нибудь скажу про Крым, и они сразу комментарии пишут. То не так, это не едок. Ой, я все время и говорю. Это вы меня смотрите, а не я кто в куртках уже кто в футболках кто в чем никто не не что у п ус Ну, в основном, народ кофточки поодевал. Вот так вот, мои хорошие. Ну что, получила пенсию. Богатая женщина на один день. Живи, радуйся, ни в чём себе не отказывай. Завтра начну отправлять посылки. Марина сейчас моя звонила. Говорит, ты кого это там посылала-то в это? Я говорю, ну чего, есть такие люди. Она говорит, надо говорить на такие комментарии. Ваши речи вам на плечи. Это очень помогает. Я говорю, Мариша, я, когда такие комментарии читаю, забываю это говорить. Я знаю, ты мне говорил сто раз. Я говорю, ну вот об этом я как раз и забываю. Завтра дождик обещают. Ой, ну уже не знаю, какой он будет, этот дождик. Хотелось бы хороший. Как мне нравится вот этот транспорт. Постоянно вижу эту женщину. Так удобно на трёх колёсах. Это же прям событие же в Черноморском. Уже для волны-то тем более. Нам в волну заезжать? Нет, прям тут вот, где проходная. Где проходная, да? Ну вот, совсем всё затянуло. Вернулась я домой. Ой, села поотвечать на комментарии. Машина эти с этим ремонтом, теперь шум такой стоит. Вот, поотвечала на комментарии там. И что вот хочу вам сказать, девчонки. Ну так как в основном девочки мне пишут. Вот я всегда говорю, что у меня лучшие подписчицы. Лучшие. Ну, не все 20 тысяч смотрят-то гораздо меньше. И пишут ещё меньше, совсем. Ну вот, те, кто мне постоянно пишут, девчонки, я вас уже прям представляю. Какие вы. Мне вот сегодня Оля Крылова вконтакте фотографию кота прислала. Её кота зовут Гитлер. Слушайте, и он правда Гитлер. Он беленький. У него вот это вот на голове вот такая чёлка, как у Гитлера. И под носом усы, как у Гитлера. Ну, он такой милый. Но в жизни они его зовут Митя. Ой, не могу. Бывает же вот такая внешность у котов. Вот, девчонки. Вы у меня лучшие. И очень жаль, когда пропадают. У меня в том году было несколько таких душевных девчонок. Я к ним так привязалась. Я их и в гости к себе звала. И прям... Потом раз, и пропали. И вот задумываться начинаешь. Думаешь, может быть, что-то не так делают. Наверное, людям надоедает. Наверное, это всё приедается. Устают и уходят. Ну, я-то... Ну, а чего я с собой сделаю, девчонки? Ну... Я уж и так-то раскрепостилась уже, вон, к хулиганю. Что не очень хорошо, конечно. Ну, я всё время говорю. Ну, я же не могу вокруг шеста крутиться в таком возрасте. Правда? Я же с вами о жизни разговариваю. Ну, и о том, что у меня происходит. Ну, вы мне очень дороги, на самом деле. Я вот читаю комментарии, смеюсь и плачу. По-всякому бывает. Ой, как мне написала одна добрая женщина ВКонтакте. Заигрываешь со зрителями. Да нифига я не заигрываю. Я вообще притворяться-то не умею. Мне вон подружка говорит. Ну, ты врать вообще не умеешь. И притворяться не умеешь. У тебя всё прямо на лице видно. Ну, чё заигрывать-то, если мне нравятся люди? Кто не нравится, я так и говорю, когда не нравится. Чё тут заигрывать? Когда приятен тебе человек, так ты ему и душу свою откроешь. Хотя, говорят, нельзя этого делать. Ну, а что сделаешь? Уже себя-то не переделаешь в таком возрасте. Так что, девочки мои, я вам очень благодарна. Вы даже не представляете, как. Ну, это сегодня напоследок. Спасибо вам огромное. До ночи-то ещё далеко. Приятного вам всем вечера. Ну, и надеюсь, завтра увидимся. Всё, целую и обнимаю вас, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok